Кто и как должен утилизировать некачественные товары, выявленные в ходе проверок Роспотребнадзором? И почему только две частные оптичные сети согласны подключиться к общей информационной системе качества медицинских препаратов? Эти и другие вопросы сегодня обсудили в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному вороту промышленной продукции в Ненецком округе. Первый вопрос в повестке заседания правонарушения в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территорию округа с начала этого года. Так, отделом экономической безопасности УМВД зарегистрировано 14 случаев незаконной торговли в сфере алкогольной продукции. Из оборота изъято более полутора тысяч горячительных напитков. Из них только 801 литр в селе Тошвиска. Предприниматель призван к ответственности за незаконный сбыт. Также зафиксированы различные нарушения в розничной торговле алкоголем. Три за незаконную розничную продажу с алкогольной спектр, содержащей пищевой продукцией, физическими лицами в отношении трех физических лиц. Один за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спирта, содержащей продукции в отношении деревянного предпринимателя, осуществлявшего продажу алкогольной продукции в баре «Премьер» без разрешительных документов. Один за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в отношении продавца магазина «Белые ночи». Контрафактный алкоголь – не единственное нарушение в сфере торговли. Предприниматели регулярно грешат, выставляя на продажу некачественные товары и продукты. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Наталья Кирхард доложила, что в настоящее время ведется проверка на семи объектах, в том числе принадлежащих Наринмарскому хлебозаводу. Партии некачественной продукции, выявленные во время таких рейдов, подлежат утилизации. Для этих целей используются крематори и станции по борьбе с болезнями животных. Но он не имеет необходимой лицензии, а при больших объемах работы с крематором нужен отдельный специалист. У нас сейчас стоит вопрос, у нас сейчас еще одна из проверок, в которой мы также обнаружили мясо, которое без документов, достаточно его много, и мы по факту теперь не знаем, что с ним делать. Биологические отходы, такие как мясо и рыба, по закону утилизируются в скотомогильниках. По факту таких на территории региона нет. Согласно правилам, продукция, признанная непригодной для продажи, возвращается владельцу для последующего уничтожения. Она отдается владельцу. Владелец по ощущению трех дней предоставляет справку о том, что эта продукция уничтожена. Ответственность лежит полностью на владельце. Но проверить, действительно ли пошли некачественные продукты в утиль, на сегодняшний день невозможно. Одно из предложений комиссии – утилизировать такую продукцию через крематорий, но за счет средств владельца. Примечательно, что за отчетный период на территории округа не выявлено контрафактных или некачественных медицинских препаратов. За три года в соответствующие структуры не поступило ни одной жалобы, что при использовании медикаментов были осложнения или отсутствие терапевтического эффекта. Для учета и контроля за медицинскими препаратами с февраля 2017 года на территории региона действует специальная программа. Наша задача в настоящее время – обеспечить, чтобы все медицинские организации и фарморганизации были подключены к системе, чтобы у них были разработаны бизнес-планы по работе с этой системой, и чтобы они могли в медиафарморганизации вносить в эту систему информацию о лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения. На сегодняшний день к системе подключены всего чуть больше 36% медицинских организаций и всего две частные аптеки. И это несмотря на то, что отказ от систематизации грозит штрафами вплоть до лишения лицензии. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».